Слава нашему Господу, братья и сестры! Пришло время начинать наше вечернее служение. Давайте вставшим помолимся, чтобы Господь благословил нас из-за этого служения. Любящий Создатель Господь, мы иди Твои представили перед Тобой этот час, мы благодарны Тебе, за Твою прекрасную привилегию, второй раз быть в Доме Твоем. Благослови нас, Господь, дарю нам быть внимательны к тому, что Ты хочешь сказать для нас в этот вечер, чтобы мы больше приблизились к Тебе и простали Твое имя. Ты достоин славы и поклонения. Благослови Господь, нашу поместную церковь, благослови все семьи, Господь, благослови наших мам, укрепи Господь, даруй, чтобы Твоя милость была над ними. Мы благодарны, Господь, за то, что они есть у нас, и сегодня еще и могут говорить о Тебе нам, Господь, могут молиться о нас. Мы благодарны Тебе. Даруй нам, Господь, Господь, благодарить Тебя за все милости. Господь, мы благодарны за Слово Твое, которое мы сегодня имеем. Мы благодарны, Господь, за то, что Ты через Слово говоришь нам сегодня. Дороги нам быть внимательны, чтобы исполнять Слово Твое. Мы также просим за тех, кто несет Слово Твое в разных местах и в тех странах, где сегодня притесняют миссионеров Господь. Ты благослови, чтобы Слово все-таки было достигнуто людьми, чтобы Царство распространялось, чтобы люди, Господь, приближались к Тебе. Мы сегодня просим тех, кто еще в нашей Церкви так же еще не принял Тебя от Своего сердца, стучи к сердцу, чтобы они могли познать Твой путь и служили Тебе. Благословися, предстоящие мероприятия Церкви, Господь, предстоящие предъявления Трака, Господь, и все благослови библейского, чтобы и в этом, Господь, Ты прослался, и в Зависищество наш Бог, да будет имя Твое благословено. Будь с нами, и прославься, Господь, в этом служении, Отец и Дух Святой. Аминь. Стоять, пожалуйста. Мы все вместе будем петь псалом 783. Любовь Христа безмерно велика, Начала нет и льется, как река. 783. Мы все вместе будем петь псалом 783. Любовь Христа безмерно велика. Мы все вместе будем петь псалом 783. Любовь Христа безмерно велика. Мы все вместе будем петь псалом 783. Любовь Христа безмерно велика. Мы все вместе будем петь псалом 783. Любовь Христа безмерно велика. Любовь Христа безмерно велика. Мы все вместе будем петь псалом 783. Любовь Христа безмерно велика. Любовь Христа безмерно велика. Мы все вместе будем петь псалом 783. Любовь Христа безмерно велика. Мы все вместе будем петь псалом 783. Любовь Христа безмерно велика. Любовь Христа безмерно велика. Три этажа старый дом Самый большой в мире дом Так нам казалось только мы Только были мы детьми Только были мы детьми Маленький стал старый дом Выросли все, кто жил днем И словно птицы из гнезда Разлетелись то куда, разлетелись то куда. И словно птицы из гнезда Разлетелись то куда, разлетелись то куда. В небо росли города, Детство ушло навсегда. Но все дороже с каждым днем Нам с тобою старый дом, нам с тобою старый дом. Но все дороже с каждым днем Нам с тобою старый дом, нам с тобою старый дом. Три этажа старый дом, Самый большой были дом. Так нам казалось только мы, Только были мы детьми, только были мы детьми. Это слово дороже других, Это имя дороже других. Пусть звучит оно на устах непременно. Это слово, имя чудесное, мама. Темной ночью не спала она, Когда звезды мерцали в тиши. Настихонько в колыбельки качала она, И молилась за нас в ночи. Вот уж выросли мы, А у мамы седина на висках видна. Часто мы ее не понимали, И тревожилась за нас она. И у Бога она просила, Чтобы мы все были Его, Чтобы дал нам мудрости, А Духа силы, Чтоб по стопам нам идти Его. Ну а мы в своей юности часто Не хотели всего понять, И своими делами напрасно Огорчали родную мать. Мама милая, милая родная, Ты прости нас, Ты прости нас за все. Благодарность Тебе, дорогая, Что Христу привела нас давно. Аминь. Когда мы росли, не знали, Что будем детьми не вечно. Вы помните, мы играли, Смотрели на мир беспечно. Сегодня нежданною нас Стучатся в сердца наши, И белые птицы детства Крылами нам след машут. Наше первое слово о Тебе, Милая и первая песня о Тебе, Нежная и теплая ласка для Тебя, Добрая Ты, мама моя, любимая. Вы нам подарили нежность, И жизнь подарили нашу, Любви океан безбрежный, Руками на все машут. Какими пойдем путями, А ждет нас дорог немало. Позвольте прянуть губами, Любимым рукам усталым. Наше первое слово о Тебе, Милая и первая песня о Тебе, Нежная и теплая ласка для Тебе, Добрая Ты, мама моя, любимая. Наше первое слово о Тебе, Милая и первая песня о Тебе, Нежная и теплая ласка для Тебе, Добрая Ты, мама моя, любимая. Помощка моя, я люблю Тебя, я люблю, я люблю Тебя. Дети, повинуйтесь своим родителям, Господи, ибо всего требует справедливость. Почитай отца Твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет Тебе благо, и будешь долголетен на земле. Субтитры создавал DimaTorzok Маленькие ножки оставляют след. Солнце ярко светит, пемя всей планете и печали нет. Огоды за годами уплывают, Свет отец в сердце оставляют. Маленький наш дом и все родные в нем. А помнишь наши игры, помнишь все обиды, почему, зачем? И все казалось важным, все казалось главным нам в 15 лет. Маленький наш дом и мама с папой в нем. Все мы разойдемся кто куда, Богом так устроена земля, Только навсегда останется земля. Если вдруг обрыв или поднем, Господу в Мальдем мы припадем, И утихнет буря и беда, Только навсегда останется семья. Только навсегда останется семья. Время улетает, в сердце оставляет память навсегда. Свет любви и счастья, материнской ласки, Добрый взгляд отца. Никогда ничем мы не оплатим за любовь родителей своих, Пусть вам Бог воздаст и сам благословит. Все мы разойдемся кто куда, Богом так устроена земля, Только навсегда останется семья. Если вдруг обрыв или поднем, Господу в Мальдем мы припадем, И утихнет буря и беда, Только навсегда останется семья. Только навсегда останется семья. Песы, я хотел использовать момент, чтобы поздравить всех мам с этим днем. И спасибо сказать. Сегодня мы смотрим на имя Бога, Как убежище мое, щит, крепость, обитель и крепкая башня. Это что значит вот эти ценные имена, что мы видим. Утром мы смотрели на Псалом 90. Я хотел с вами несколько стихов посмотреть, А потом дальше пойдем. Пожалуйста, откройте Псалом 90, стих 2 до 4. Говорит Господу, Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, От гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, И под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его. До сего места. А прежде чем, как я буду дальше говорить, Как Иисус является нашей защитой и нашей крепостью, Давайте посмотрим, что это является крепостью. Крепость, она обычно вокруг города, И она сделана, чтобы охранять город И всех людей, которые живут в ней. В древние времена крепость, Она имела стенки очень толстые, Мы читали, что 25 фитов примерно, Так вот высота и ширина даже. И в этих стенах находилась и еда, И колодцы до воды, И также разные оружия, Кто нападает, чтобы с чем сбороться. И есть разные крепости, Как сейчас иногда, когда зимой, Мы строим крепости, чтобы снежки кидаться. Есть в армии крепости, Специально где армия находится, Чтобы защищать, Чтобы была местная безопасность. И также есть разные крепости. Но у них есть одна цель у крепости, Чтобы защищать в основном. И это имя точно подходит к нашему Богу, Как наша крепость, наш щит. И я хотел с вами посмотреть пример в Библии, Где мы видим, что Иисус является защитой. Пожалуйста, откройте Иоанна 8, глава 1 до 11 стих. Иисус же пошел на гору Елеонскую, И утром опять пришел в храм, И весь народ шел к нему, Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи Привели к нему женщину, Взятую и прелюбодеянию, И поставивши ее посреди. Сказали ему, Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, А Моисей в законе заповедал нам Побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, Искушали его, Чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, Писал перстом на земле, Не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, Он, воскликнувшись, Сказал им, Кто из вас без греха, Первый брось на нее камень. И опять, наклонившись, Низко писал на земле, Они же услышали то, И будучи обличаемы, С совестью стали уходить один за другим, Начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, Стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, Кроме женщины, Сказал ей, Женщина, Где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Она отвечала, Никто, Господи. Иисус сказал ей, И я не осуждаю тебя. Иди, и впредь не греши. Эта история очень знакома нам. Я думаю, мы все ее когда-то слышали и знаем. Но я хотел, чтобы мы сегодня посмотрели ее, Не просто как история, Но давайте мы сами, Сами себя ставим в эту историю. И посмотрим через глаза этих разных, Кто в этой истории. Значит, в этой истории у нас есть фарисеи, Иисус и женщина. Давай начнем с фарисеями. Фарисеи, они думали, что они все правильно, Все знают. И вот они привели эту женщину к Иисусу, Чтобы он мог сказать им, Что надо кидать камень на ее. И, ну, они в то же самое время, Они хотели Иисуса словить, Как ловушку, хотели его словить в этом. И это правда правило было. В Левитам, 22 глава, 10 стих, Она говорится об этом, Что если кто прелюбодействует, Тогда они должны их привести в смерть. Но они одну вещь забыли. В конце этого стиха написано, Да будет прелюбодей, И прелюбодейка преданной смерти. И вот они забыли, что, Хотя они только что словили женщину в ее грехе, И привезли к Иисусу, Но они мужчину забыли. И на этом они все равно хотели совесть Иисуса. Ну, когда Иисус, Он сказал, Он не сказал, что, не, она не согрешила, Но Он сказал, окей, тот первый без греха, Тогда тот первый кидайте камень. И он, также Иисус, Он с первого на них внимания не обращал, Потому что они, правда, как дети пришли, Как такие просто говорят, Показывают, о, она это не сделала, Это неправильно сделала. И хотели ее обвинить. Ну, Иисус, Он является защитой в этом случае. Потому что один по одному фарисеи, Они поняли, что у них всех есть грех, Что никто из них не прав. И они начали бросать свои камни на пол и уходить. И потом, давайте посмотрим на женщину. Она сразу, когда ее привели, Она не говорит, что нет, Она неправильно сделала. Она к лицу лягла молча, Признавая, что она, правда, грешница. И потом, в конце этой истории, Когда Иисус, Он спросил, Кто тебя обвиняет? Она посмотрела, никого не было. И потом, Иисус, Он сказал, Он ее также не обвиняет. И Он ее отпустил, И простил ее грехи. Почему, я сказал, Мы посмотрели на эту историю. Мы иногда бываем, Как фарисеи. Мы думаем, что У нас все правильно, Что мы знаем все Писание, Как все прям в точку. Ну, Если мы смотрим дальше в Библии, В Кремлям, Третья глава, 23 стих, Написано, Потому что все согрешили И лишены славы Божьей. И мы каждый согрешили. И нам нужно бросать наши камни И не идти на атаку на верующих и неверующих. Это не наша работа, Чтобы судить кого-то И смотреть на их грехи, Когда у нас мы сами грешники. И Иисус, Он единственный, Который должен был кинуть этот камень, Потому что Он единственный, Который был без греха. И Иисус, Он не кинул этот камень. Он все равно делал, Что и делал, Писал в Писке, Как мы здесь читали. В Римном, Третья глава, 23 стих говорит, «Ибо возмедие за грех смерть, А дар Божий, Жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». В этом стихе говорится, как Иисус, Он взял на себя наш грех, Он умер, Он взял эту атаку, Которую мы заслуживаем. Если мы спорим на эту женщину, Мы должны быть на ее месте. Мы должны быть с нашими грехами, Которыми мы согрешили, Чтобы мы не жили. Но Иисус, Он наша защита, И Он хочет нам защитить. Но Он только защитит, Если мы хотим это. Как утром мы слышали, Что нам надо просить Бога, Чтобы Он был нашей защитой, Чтобы Он был нашей скалой. И только когда мы примем Иисуса, Примем то, что Он сделал для нас, И просим Иисуса за наши грехи, Просим прощения, Тогда Он проявляет защиту свою к нам. И Бог хочет нас защитить, Но это наше решение, Если мы даем Ему защитить. Как в конце, в начале я читал, В Салом 90, Там говорится, «Перьями своими осенит тебя, И под крыльями Его будешь безопасен. Щит и ограждение истина Его». Этот пример, он интересный, Что даже если мы идем под крыльями, Он может нас защищать. Мама, птичка, Оно своих маленьких птенцов, Да, извините. Оно их сохраняет, Даже когда есть шторм, Оно тогда сверху у них идет, Чтобы они могли быть под низом. И так вот оно их дает жизнь, Даже если она может сама погибнуть. Иисус, Он взял это место за нас. Он умер за нас на кресте, Чтобы мы могли жить, И могли находить в Нем надежду, И могли находить утешение и щит. Аминь. Давайте помоемся. Слава нашу Господу, Братья и сестры, За все милости и благословения. Сегодня у нас особая тема, И такая, можно сказать, Большая и обширная тема. Мы на Рядунинском месте Просматриваем характеристику, Которая открывается в имени нашего Бога, И в Господа. И мы благодарны Богу за то, Что сегодня Он открывается нас В другой грани совсем. И знаете, И не просто там одним именем называется, А многими именами сегодня. И если бы мы знали Бога как любящего, Если бы мы знали Бога как всемогущего, Если бы мы знали, Что как Бога видящего, Но мы не знали бы как Бога спасающего, Защищающего, Я думаю, насколько мы были бы бедные, Насколько мы искали бы убежище, Может быть, И может быть, в другом как-то воображении бы. Я вспоминаю момент в своей жизни, Когда я был еще молодой, Мы тогда чаще выезжали на озеро, И я помню, знаете, дети говорят, Папа, покатай меня на водичке. Знаете, ну вот я плаваю, И бывает, дитя держу, А потом, знаете, Отвернулся от берега и думаю, Вот бы, если бы я был в открытом море, И ребенок этот был со мной, Я еще молодой, сильный, Но я не могу спасти этого человека. Я не могу, Потому что насколько мне хватит, Чтобы защитить моего ребенка. И часто у меня были такие мысли, Как бы я поступил в той ситуации, Или в другой ситуации, Защищая своих детей. Я не знаю, посещали ли у вас такие мысли или нет, А вот все же такие, знаете, Когда ты как отец, Или как мать, может быть, Мы сегодня говорим о матери, да, Так же, Что бы я сделал в этой ситуации? И я думаю, ну просто я теряюсь, Потому что я не нахожу ответа, Я не знаю, как бы я поступил В той или другой ситуации. Но знаете, я знаю, Как поступил Иисус Христос В ситуации в жизни Петра, Когда он понудил учеников своих Переплыть на ту сторону берега, да, И поднялась великая буря, И мы видим, что когда Увидели Иисуса Христа, Идущего по воде, То что они? Вскричали, испугались, да, А потом он говорит, Не бойтесь, это я, А Петра говорит, Если это ты, То позволь мне идти, И он говорит, иди, И он пошел по воде, И написано, что он, Когда ишел, Смотрел на Христа, Он ишел, Но когда он посмотрел во сторонам, Он увидел, что, То что, Бури, волны, И начал тонуть, И знаете, Братья Иисуса Христа, Я знаю, что точно, Господь спас бы и меня, Спас бы и вас, Если бы мы были в такой ситуации, Потому что так открывается нам Бог, Открывается нам Бог, Он протянул руку, И оп, И все, И написано, И Петр уже был в лодке, Нам приятно, Что мы имеем такого Бога, Когда Господь нам открывается, И мы читали сегодня 90-й Псалом, Я думаю, что это вершина открытия, Знаете, Божьей милости, Божьей защиты для нас, Когда мы читаем, Я думаю, что не секрет, История говорит об этом Псалме, Что многие люди шли на фронт, Насилие, Даже не считая его, Насилие в закрытых, Зашитых карманчиках, И что они знали, Что это помощи, Они знали, Что Господь с ними, Господь что сохранит их, Но, Насколько они знали Бога, Вот смысл, Основной смысл, Когда мы читаем эти имена, Маон, Мащех, Маген, Мацуда, Магдал-Оз, И я думал, Что Магда, Написано, Магда-Ол-Три, Я думал, Что, знаете, Вначале думал, Что, А потом Магда-Оз, Пока прочитал больше, Знаете, Конкретно думаю, А вот оно, Знаете, Это имя Господа, Крепкая башня, И кажется, В этих двух словах, И думаешь, Насколько это Бог открывается, Что Бог, Он есть, Господь, Крепкая башня, Интересно, Вбегает в нее праведник, Не просто входит, Знаете, А вбегает в нее праведник, И написано, Что он безопасен, Интересный момент, Когда мы читаем Священное Писание, Я хотел бы, Знаете, Прочитать последние стихи, Которые записаны В нашем любимом псалме, Также, 83-й псалом, Знаете, Это сынов Кореевых, Как вожделенный, Мы говорим, Пребывание, Обитание нашего Бога, Он говорит, Что жилища Божьего, Господа сил, И он говорит, Что его жилища, Они всегда есть, И Бог всегда рядом, Потому что, Давид говорит, Что видел себя, Я Господа одесную, То есть рядом видел, И такие слова, Он говорит, Что последние слова, Господи Божий сил, Услышь молитву мою, Внемли Божий, Иаков, Божий защитник наш, Приникни, И презри на лицо, Помазай-ка Твоего, Ибо один день во дворах Твоих Лучше тысячи, Желаю лучше быть у порога дома, Божий, Нежели живший от рак нечестия, Ибо Господь, Бог есть солнце, И щит, Господь дает благодать и славу, Ходящим в непорочности, И не лишает благ, Господь сил, Блажен человек, Уповающий на него, То есть он описывает характеристику, И говорит, А? 83-й псалом, 83-й псалом, Это псалом Кореевых, И он говорит, Что конкретно описывает характеристику, Господь сил, Блажен человек, Уповающий на Тебя, И он говорит, Что ибо Господь есть солнце и щит, Знаете, Когда Бог открывается в виде щита, Что такое щит, Братья и сестры? Все рисуют сразу, Круглый почему-то, Но написано, Что он есть и круглый, И такой, знаете, Продолговатый, То есть он имеет разную форму, Но мы видим, Что щит, Это очень удивительная вещь, Она очень необходимая, В защите, Много бумажечек, Это предмет старинного ручного вооружения, В виде округлой или прямоугольной формы, Из металла, Из дерева, Даже из кожи, Для из кожи, Знаете, Когда мы читаем, Ищет веру, Чтобы угостить, Что раскаленные стрелы лукавые, Чтобы угостить их, То есть кожаные щиты, Их мочили для того, Чтобы они могли огненные стрелы угостить, И мы видим, Насколько это было, Знаете, Искусственно все сделано, Чтобы предохранить, Люди, Когда говорили о защите, Они говорят, Поднимем щиты, То есть они говорили о защите чего-то, Отечества, Или своего потомка, Или детей, Но первое слово, Когда открывается щите, В бытие, Это в 15 главе, После того, Как знаете, В этих происшествиях было слово Господне к Аврааму, В видении ночи сказал, Не бойся, Авраам, Я твой щит, Как говорит Бог так, Я твой щит, Награда твоя будет весьма велика, То есть Бог предлагает ему свою охрану, Свою защиту, Даже вот это слово защита, Взятое от слова щит, Корень щит, И он говорит, От защита, И мы видим, Что я предлагаю тебе свою защиту, Братья и сестры, Я думаю, Что ни один бы человек не отказался бы от этой защиты, Я думаю, Что Авраам, Наверное, Был счастлив, Ну мы видим, Что Авраам, Конечно, Говорил, Господь начинает свою рассказывать о том, Что у него нет потомка, Вот у него года уже прошли, И мы видим, Но Бог говорит, Я, Уповай на меня, Я твой щит, Я буду тебя охранять, Я буду тебя ограждать, И мы видим, Насколько это было в жизни Авраама, Авраам чувствовал это, Когда мы считаем, Знаете, После того, Как благословение, Моисея, Сынам Израилем, Он говорит очень интересные слова, Израильскому народу, Он говорит, Во втором законе, 33 глава, 29 стих, Блажен ты, Израиль, Блажен ты, Израиль, Кто подобен тебе, Народ, Хранимый Господом, Который есть щит, Охраняющий тебя, И меч славы твоей, То есть, Насколько это Моисей понял, И он хочет передать израильскому народу, Говорит, Что Бог ваш щит, Вот вы идете в новую землю, Вот вы идете туда, Куда, Может быть, Вы не знаете, Но вы запомните, Что Бог есть ваш щит, Ваша охрана и защита, Охраняющий тебя, Братья и сестры, Я думаю, Что, Если бы каждый, Кто-то из нас, Услышал эти слова в наш адрес, Мы бы, наверное, обрадовались, Потому что Бог открывается, И говорит, Что Он есть наш щит, Когда мы читаем, Знаете, Вот письма, Письма Давида, Воспетая во втором царстве, В 22 главе, Он говорит, Воспел Давид письмь Господу в тот день, Когда Господь избавил его от руки всех врагов его, И от руки Саула, И сказал, Господь, Что? Твердыня моя, И крепость моя, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, На него я уповаю, Щит мой, Рог спасения моего, Ограждение мое, И убежище мое, Спаситель мой, От бед ты избавил меня, Призову Господа до сопочтенного, И от врагов моих спасусь. То есть мы видим, Насколько Давид понимал, Что Бог охраняет его, Бог охраняет. Он говорит, Я не знаю, Как у людей берутся такие слова. Он говорит, Что знаете, Господь, Цвердыня моя, Крепость моя, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, На него уповище, Щит мой, Рог спасения моего, Ограждение мое, Убежище, Сколько синонимов, Братья и сестры, Он говорит о Боге, Который открывается ему. Я думаю, Что это у него было, Не просто знание, Познание о Боге, Но он имел практическое, Практическое охождение пред Богом. И мы видим, Насколько это было для него важным. Я думаю, Что действительно, Когда мы читаем его псалмы, Он открывает нам, Что действительно, Он уповал на Бога, Что он доверял Богу, И он говорил, Что, знаете, Псалом, Третий Псалом говорит, Но ты, Господи, Щит предо мною, Слава моя, И ты возносишь голову мою. Седьмой Псалом говорит, Щит мой в Боге, Спасающим правых сердцем. То есть, Тех сердца, Которые правы пред Богом. Мы видим, Что люди, Как бы, Смотря на все, Люди желают, Чтобы Бог защищал их. Но интересно, Что, Желание, Как бы, Защиты есть, Но хождения пред Богом Нет у людей. И часто люди хотят, Желают, Знаете, Чтобы Бог защищал их. Но ходить пред Богом Они совершенно не хотят. У Давида так не было. Давид доверял Богу. Он ходил пред Богом. Он служил Богу. Он любил Господа. Он доверял Ему. Вот почему он говорит, Как бы, Из опыта своей жизни, Что Господь был Очень близок к Нему. Он говорит, Щит мой Боги, Спасающий правых сердцем. Интересно, В 17-м салме, Он говорит еще такие слова. В 33-м салме, Бог непорочный путь. Бог непорочный путь. Его. Часто слово Господа. Чисто слово Господа. Щит он для всех. Не только для Него. Он говорит, Что он щит для всех, Уповающих на Него. И кто Бог, Кроме Господа. И кто защита, Кроме Бога нашего. Как он открыто, Как он говорит твердо, Убежденно, Что он является Не только его щитом, Но и всех, Уповающих на Него. Братья и сестры, Я думаю, Что и мы входим в это число. И мы все, Которые уповываем на Бога, Имеем эту надежду, Что Бог является Нашим щитом. В 17-й стихе, Это читает 36-й стих. Ты дал мне щит спасения Твоего, И десница Твоя поддерживает меня, И милость Твоя возвеличивает меня. Он как бы говорит, Что действительно Бог, Его милость, Его щит, Они всегда над Ним, Спасение Твоего, И десница Твоя поддерживает меня, И милость Твоя возвеличивает меня. В 27-м псалме Он говорит такие слова. «Господь крепость моя, Ищит мой, На Него уповаю, Уповало сердце мое, И Он помог мне, И возрадовало сердце мое, И я прославлю Его песнюю моею». То есть, Он говорит, Что когда Он получал спасение И защиту, Сердце что? Наполнялось Его радостью. Когда сердце наполнялось радостью, Он пел. Он пел. Вы помните, Даже когда мы читаем, Филиппах были, Павел и Сила. Они были как бы закованы, В колоды написано, Но они не ощущали этой, Знаете, Тесноты, Пленения. Потому что они там прославляли Бога, Так пели, Что, Знаете, Иузники, Потому что, Иузники слушали, Потому что их сердце было уверено В защите Господней. Они уповали на Господа. Мы благодарны Богу, Мы благодарны Богу, Что Бог открывается нам, Как щит. Как защита наша. Под Его защитой мы безопасны. Интересно то, Что Господь, Иисус Христос, Когда-то сказал, Что Иерусалим, Иерусалим, Помните, Заплакал о Нем, И говорит, Сколько раз я хотел вас собрать, Да, Как птица птенцов, Да. Но проблема в том, Что вы что? Не захотели. И мы знаем, Что Девяносный Псалом Открывает нам образ Божий, Как большой птицы, Которая готова сохранить нас. Это щит. Мы часто, знаете, Как бы сказать, Сентиментальны по поводу того, Знаете, Как-то у фермера сгорела амбар, И там курочка, Знаете, Сгорела. И когда ее подняли, Там с под нее выскочили цыплята, Знаете, Нам так трогательно, Нам так, знаете, Вот чувствуем мы. Но, знаете, А то, что сделал Бог, Такую защиту сделал для нас. И люди бывают часто безразличны. Безразличны. И, знаете, Относятся как-то, Думают, Ну, а что здесь такого? Братья и сестры, Насколько мы должны понимать, Насколько Бог готов защищать нас. Насколько его, знаете, Спасающий этот щит Открыт для людей. Но мы видим, Что люди часто пренебрегают Этой охраной. Псалом, после чего-то это учение Уже Ефрама из Рахита. Он говорит, что От Господа щит наш, И от Святого Израиля Царь наш. Деносный Псалом говорит, Что ты с их перьями своими Осенит, Защитит тебя, И под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, Истина его. Псалом 113, О, наша помощь ищит. Псалом 18, 140, 114 стих, Ты покров мой, Ищит мой. 143 Псалом 2 стих, Благословен Господь, Твердыня моя, Научающий руки моей битве, И персты моей брани, Милость моя, Ограждение мое, И прибежище мое, Избавитель мой, Щит мой, И я на него уповаю, Он подчиняет мне народ мой. Это говорит Давид. В притче 2,7 написано, Он щит для ходячих, Что непорочно. Представляете, Он щит для тех, Кто ходит непорочно. Имя Господа написано, Крепкая башня, Вбегает в нее праведник, И что безопаснее. Интересно, Написано, Что мы можем себя, Интересно, Отнести к праведникам. Но написано, Что праведник 7 раз. Мы думаем, Что праведник, Это знаете, Как бы сказать по-английски, Perfect. 100% такой, Знаете, Человек. Но мы видим, Что написано, Что слово Божие говорит, Что праведник может даже 7 раз упасть. Но он поднимется, Потому что он понимает, Насколько Господь велик. И он говорит, Что праведник, Это тот, Который ищет убежище. Он не просто, Он ищет убежище, Он хочет сокрыться в Господе. И написано, Когда он узнал это убежище, Он бегит, Чтобы там сокрыться. И он говорит, Что имя Господа, Крепкая башня, Да, Вбегает в нее праведник, И в безопасности. Приджи 35 стих, Он щит уповающим на него. И знаете, Ефесянам 6, А наипаче возьмите щит веры. Это говорится, Знаете, О благовестии, Да. Там он только в одном месте Меч, А остальное все защита. Все остальное защита. Мы понимаем, Насколько важно в нашей жизни Иметь Господа щитом. Я думаю, Что каждый раз, Когда мы читаем Слово Божие, Я, знаете, Когда открыл симфонию, Посмотрел, Сколько слов на щит, Мы видим, Что это очень, Действительно, Очень много. Господь говорит, Что я щит, Я щит, Я щит, Я твое ограждение, Я твоя безопасность, Я твое, знаете, Спасение. И мы благодарны Богу, Что Бог открылся нам В этом имени. Имени, Как говорится, Щит Маген. Это Господь открылся В этом имени. Мы благодарны Ему За эту милость. Дальше он говорит, Он говорит, Что убежище мое, Да. Убежище, Это Машех, Или мастех, Правильно, Произношение. Знаете, Очень сложные слова. Нам оно, правда, Мало что говорит, Но когда мы говорим Убежище Божие, Да. Мы тогда понимаем, Что это место, Где можно укрыться. Где можно укрыться. Убежище, Место, Где можно укрыться. Ну, Словарь говорит, Абомб, Пуль, Знаете, Это место, Где можно укрыться И быть в безопасности. Это специально оборудованное место Для укрытия. И еще, Просто, Найти, Что? Приют спасения. Это убежище. И метафора, Здесь мы говорим, Что, Как птица укрывает Птенцов своих. Они, Знаете, Они не думают. Они ни о чем не думают, Когда, Знаете, Они под крыльями, Они понимают, Что они в безопасности. Хотя, Может быть, Для мамы Это очень большая опасность. Очень большая опасность. Братья и сестры, Но мы понимаем, Что, Когда мы В убежище Господнем, Господь нам точно Убежище дает. И крепкое, И достойное. И мы благодарны Богу За это. Интересно то, Что, Когда мы читаем Священное Писание, Моисей сказал, Сделал повеление, Что, Когда вы перейдете На ту сторону, У вас должны быть, Что, Города Из участков Левитских городов, Должно быть Шесть городов, Что, Убежище. Я думаю, Что Бог, Как-то, Знаете, Очень позаботился, И правильно позаботился. И сейчас мы просматриваем, Насколько Бог мудрый, Насколько Бог заботливый, Насколько Бог, Знаете, Предвидящий, Что, Может что-то случиться В жизни Израильского народа. Израильтянина, Человека обыкновенного, Написано, Который не хотел Зла тому или другому человеку Ни вчера, Ни третьего дня, Как написано, Но получилось так, Что он где-то работал И ударил человека, И тот умер. И он имеет право На убежище. И он говорит, Что поставьте три города По ту сторону, Три города по эту сторону, Иордана, Чтобы могли люди Убегать туда. Чтобы этот человек Мог находиться До смерти священника. И когда получается, Знаете, Тогда он может быть свободный. Мы видим, Насколько Бог Позаботился. И он говорит, Из городов, Которые вы Дадите левитам, Будут шесть городов Для убежищев, В которых вы Позволите Убегать Убийце. Знаете, Это очень удивительно, Насколько Бог Мудро поступил. Интересно, Что бывает, Убежище, Оно бывает, Как бы сказать, Ненадежным. Есть убежище, Даже когда был Давид В одном месте, Он был в массиве У царя Мавицкого. Мы видим, Что Доик Увидел его У священника. Вы помните, И он донес ему И приходит Этот самый Пророк И говорит И пришел Пророк Гат И сказал Давиду, Не оставайся В этом убежище. Не оставайся В этом убежище. Не оставайся В этом убежище. Иди в землю Иудину И пошел Давид И пришел в лес Харет. Он там находился. Мы понимаем, Что он говорит, Что это убежище Опасно для тебя. Тебе здесь Нельзя находиться. Хотя там написано, Что пришла вся семья И родители пришли Давидовы. Но мы видим, Что посетить его. Он говорит Не оставайся здесь. Уходи, Потому что это убежище Оно для тебя Ненадежно. И написано, Что он встал И ушел. И мы видим, Что мы, Когда мы читаем, Что Давид понимал, То есть Бог Заботился о Давиде. И вот этот псалом, Песня Давида, Вот именно 22-й псалом, 22-я глава Второго царства, Он говорит, Что Бог мой скала И спасение, Рог спасения моего, Что Бог избавил его. В псалом, В псалме 17-м, В псалме 3-м стихе, Он говорит, «Щит мой, Рог спасения моего, Убежище мое». 61-й псалом 3-й, «Только он твердыня моя, Спасение мое, Убежище мое». В 61-й, Седьмой стих, Те же самые слова, Спасение мое, Убежище мое. То есть он много раз Повторял и говорил Эти слова, Что Бог является для него Убежищем. Убежище. Он говорит, Наум говорит 1-й, 1-й, Седьмой стихом, Он говорит, «Благосподь, Убежище в день скорби, И знает, Надеющийся на Него». И знает, Надеющийся на Него. Знает ли он нас, Братья и сестры? Я думаю, что да, Он знает нас. Потому что Мы доверяем Богу, Мы надеемся, Мы верим, Что наш Бог защитит нас. В любой скорби, В любом гонении, Бог не оставит нас. Потому что Он эти слова сказал, Потому что Он открывается нам, Как Бог. Псалом 58, 17 стих, Он говорит такие слова, «Ибо Ты был мне защитой, И убежищем в день бедствия моего. Ты был защитой и бедствия, И убежищем в день бедствия моего». Братья и сестры, Я не знаю, Может быть, Мы не так, Может быть, Страдали, Как Давид. Может быть, Мы не так страдали, Может быть, Как другие, Которые прошли впереди нас, Которые, Знаете, Твердо доверяли Богу, Уповали на Бога. И сегодня, Может быть, Мало, Может быть, Благодарим Бога, Как защитника, Как щит, Он наш щит, Как наша, Он ограда. И мы, Когда читаем, Знаете, Бог открывается и говорит, Что Он есть ограда. Вы помните, В пятой главе Исаии, Там написано, Что у возлюбленного моего Был что? Виноградник, Да? И он говорит, Ну, Песня о винограднике, Там говорит, Что он, Когда мы читаем Это место, Священное Писание, Интересно, Он говорит, Воспою возлюбленному моему Песнь возлюбленного моего О винограднике, У возлюбленного моего Был виноградник На вершине Уточненной коры. И написано, Что Бог, То, Что Бог сделал. Я думаю, Что это каждый виноградник, Это мы с вами, Братья и сестры. Хотя, Говорится, Может быть, Здесь об израильском народе, Да? Мы понимаем, Что это о нем. Но сегодня Бог, Он как бы индивидуально Работает над каждым из нас. Он обнес его оградою. Что такое ограда, Братья и сестры? Забор, Да? То есть вал, Забор, Какое-то ограждение. Он говорит, Я думаю, Что это было Очень важное. Он что, На первое обращается внимание, Что он сделал ограду. И очистил ее от камней. Насадил в нем Отборные виноградные лозы. И построил башню посреди его. И выкопал в нем точила. И ожидал, Что он принесет добрые грозди. А он принес дикие ягоды. Очень как-то, знаете, Когда читаешь эту историю, Думаешь, Насколько какая-то плачевная песня. Песнь такая, Какая-то, знаете, Бог все сделал. Бог все сделал. Его отношение, Виноград, Этого сада, Совсем другое. Он не принес хороших плодов. Интересно, Что Бог говорит дальше. Он говорит, Итак, я скажу вам, Что я сделаю с этим виноградником, Да? Моим. Он не отказывается от него. Он говорит, Что это виноградник мой. Он не отказывается от него. Он говорит, Что я отниму у него ограду. Братья и сестры, Ограда, Это, знаете, Мы сегодня слышали о Иове, Да? Он говорит, А недаром ты оградил его, Да? То есть, Иов находился под защитой. Интересно, Что Иов доверял Богу. Он жил, И когда мы начинаем Характеристику Иова, Знаете, Это большая характеристика. Человек, Он непорочный. Он боялся Бога. Он ходил верно При лицом Божьем. И я думаю, Что он научал семью, Так? И ходил, Потому что он переживал За своих детей. И написано, Что? И показывает Бог, Говорит, Снимает ограду От Иова. Но мы видим, Насколько Иов, Даже в этой обстановке, Он остался верен Богу. Братья и сестры, И он говорит, Что отниму от него ограду, И будет он опустошаем, Разрушит стены его, И будет попираем. То есть, Насколько Бог, Говорит, Живите так, Чтобы ограда Не была снята. Я думаю, Что это очень прекрасно Осознавать, Что мы под Божьей оградой Всегда. Мы благодарны Богу. Он говорит дальше, Что он есть Наша крепость. Метсуда. Крепость. Укрепленное место. С долговременными Оборонными сооружениями. Не просто крепость, Это не на короткое время. Ограда может быть, Знаете, На короткое время. А крепость, Это уже что-то Более тверже. Строение с большой стеной, Чтобы нельзя было Проникнуть туда. С большим количеством Продовольствия и воды. Представляете, да? Это что-то уже такое Грандиозное. На долгие годы, На долгое время, Может быть, Человек находится Под осадою. Вы помните, да? Когда мы читали недавно Про языки, да? Обступили в город. И вот так вот получилось. И мы видим, Что он говорит, Что, Когда мы читаем Исход 15-го века, Господь, Крепость моя И слава моя, Он был мне Спасением. Давид говорит, Господь, Твердыня моя, И крепость моя, Избавитель мой. И когда мы читаем Псалмы, Мы даже сегодня Я читал 45-й Псалом, Там написаны Такие слова. Бог нам прибежащие силы, Скоро помощник беды, Посему не боимся, Хотя бы поколебала Земля и горы Двинулись в сердце, Пусть шумят, Вознимятся воды, Трясутся горы И волнение. И он говорит, Что Бог посреди нас, Он не поколеет, Он поможет, Бог поможет ему С раннего утра. Бог сил с нами, Бог и аквил с нами, Бог и аквил с нами, Бог заступник наш, Придеть и видеть дела Господни. И мы видим, Что Господь, Он есть наш заступник, Бог и аквилю, И Он есть наш, этот самый, Наша крепость. Также Псалом 61, Он говорит такие слова для нас сегодня. Только в Боге успокаивается душа моя, От Него спасение мое, Только Он твердыния мое, Спасение мое, Не поколеблюсь. Доколе вы будете налегать на человека, И вы будете Незринуты, Все вы, Как наклонившиеся сена, Как ограда, Пошатнувшиеся. Они задумались свернуть его с высоты, Прибегая ко лжи, Устами благоставляют, А сердце своем клянуть. Только в Боге успокаивается душа моя, Ибо на Него Надежда моя, Только Он твердыния мое, И спасение мое, Убежище мое, Не поколеблюсь. В Боге спасение мое Есть слава моя, Крепость силы моей, Упование мое в Боге. Народ надеется на Него, Во всякое время Изливайте пред Ним Сердца ваши, Бог нам прибежище. И однажды сказал, Бог едва же слышал я, Что сила у Бога. И в Тебя, Господи, Милость, Ибо Ты воздаешь Каждому по делам Его. Удивительный псалом Мы читаем, Мы удивляемся, Насколько наш Бог силен. Крепость. Мы понимаем, Что Бог, Он является нашей крепостью. Дальше он открывается нам. Он говорит, Что крепкая башня. Магдан-Оз. Башня – это высокое, Узкое архитическое сооружение. Бронирована какая-то вышка. Даль говорит, Что это здания разного вида. Это может быть колокольня, Может быть подзорные, Наблюдательные здания, Телефонные вышки, Маяки. То есть открывается, Насколько это разновидность. Но мы видим, Что Господь говорит, Что Он есть имя Господа, Крепкая башня, Вбегает в нее праведник и безопасность. Я помню, знаете, Когда мы читаем, Священное Писание, В Бытие написано, Что народ начал что-то строить. Помните, да? В 11 главе. Что он начал? Город начал строить, да? И построил башню, Хотел до небес, да? А Бог, Пойду посмотрю, Что они там творят, Что они там строят. И увидел, Что они строят башню. Хотя, может быть, Лирически так у нас языково написано, Что как будто бы Бог это не видел. А пойду посмотрю. Но мы видим, Что он говорит, Что если они взялись за это дело, Они не отступят. То есть они такие упертые люди. Он говорит, Что я, говорит, Возьму и что? Он смешал их языки, да? И они начали не понимать, И строительство окончилось. То есть мы видим, Насколько люди старались Иметь какую-то башню. Башню для защиты. И, может быть, Ну, здесь они хотели, знаете, Построить себе имя. Это не было защитной башни, да? Они хотели построить себе имя. Это было совершенно другое. Имя Господа, крепкая башня, Убегает в нее праздник и безопасен. Написано, что Одна башня была, упала на людей, да? Христос проводится, да? Силамская башня, да? Он говорит, То есть упала, И она побила людей. То есть эта башня, Я не понимаю, что это за башня была, Что она упала. Наверное, Не было хорошего фундамента. Что она упала и побила людей. Мы видим, что... Но он говорит, что Если не покаетесь, То что? Проблема будет, да? Большая. Интересно, что был такой человек, Авимилех, вы помните, да? Он убил своих всех братьев, Да, семьдесят братьев. И мы видим, что он Как бы Прыбыл в город, Там написано, В девятой главе Это записывается Судей. И он прибыл в город, Сихем. Жители ушли В башню. То есть он Взял и сказал Своим Вот что я делаю, То и вы делайте, да? Люди понадеялись На башню в городе. А он говорит, возьмите. И он взял кусок дерева, да? И что? И пришел, подложил Это подножие этой башни. И написано И все взяли, Принесли по куску дерева, Разложили. И написано Что? Сожгли. Интересно, представляете? Эта башня, Я думал, ну Весь город поместился в ней. Интересно, что Эта башня была Капище. Это была не Божья башня, Братья и сестры. Нет. Это было капище Ваал-Верифа, Какого-то Бога, Божества. И они туда вошли В эту башню. Интересно, что написано В этой башне было Более тысячи человек. Я удивляюсь, Какое сооружение Было в то время. Тысячи человек Поместилось в этой башне. Мужчин и женщин. И написано, что Они все Были Сожжены. Я думаю, что Это была башня Ненадежная. Она принадлежала Другому Богу. Идолу. Который был, Не был Бог. И мы видим, что люди Понадеялись На эту башню. Израильский народ Некогда понадеялся На храм. На храм. Но написано, что Во время Тита В 70-е году Сожгли И храм разрушили. Было великое падение. То есть мы видим, Насколько Бог Предупреждает, Что Он является Только крепкой башней. Он является Этой оградой И защитой. И сожгли Этих людей. Тысячи людей. А потом Он взял, написано Тевец. Написано. И Он пошел К башне, Чтобы сжечь Еще одну башню. Да? И что там произошло? Знаете, Когда Он подходил К башне, Одна женщина, Которая укрывалась С теми людьми В башне, Она что? Бросила Обломок Жерного, Да? И написано, Что попал В голову Проломило ему голову И он был уже В предсмертных муках И он попросил Отрока, Чтобы тот его Заколол. Чтобы, знаете, Не было стыдно, Что умирает От руки Женщины. Братья и сестры, Мы видим, Насколько было Много разных башен. Насколько было Разных башен. Было такое, Что башня Задавила людей, Убила. Мы видим, Что башни Люди, Которые Сожгли И умерли люди. В башне, Которые, знаете, Опасные башни, Нельзя подходить К ним. Но мы видим, Что имя Господа Крепкая башня. Написано, Вбегает в нее Праведник И что? И безопасен. Я думаю, Что это Самое Надежное место Для верующих людей, Уповающих На имя Его. Псалом 70 1-3 Укрой Меня. В тени крыл Твоих Укрой Меня. Мы сегодня Понимаем, Насколько мы Зависимы От Господа. Насколько мы Нуждаемся В Его защите. Я думаю, Что это Нормальное состояние, Когда Слабый Ищет Защиту Усильного. Я думаю, Это нормальное Условие. Нормальное положение. Мы понимаем, Он говорит, Что Бог, Он есть Бог сильный. Я помню, Когда-то, Знаете, Была здесь У нас Сестра Лидия Федоровна, Она уехала В другой город. И я часто Ее молитвы Помню, Она говорила Господь, Ты сильный. Молитвы Она говорила, Господь, Ты сильный, Ты можешь Защитить. Знаете, Я что-то Запомнил Эти слова, Она говорит, Что Бог Сильный. Я думаю, Что эти слова Должны быть Молитвой Каждого Верующего Человека, Что Бог, Он сильный, Что Он Защитит нас, Что Он Поддержит нас. Псалом 56, Вторая, Вторая стихия, Помилуй меня, Боже, Помилуй меня, Ибо на Тебя Уповает Душа моя, И в тени Крыл Твоих Я укроюсь, Доколе Не пройдут Беды. Братья и сестры, Я думаю, Что беды, Они всегда Всегда Сопутствуют нам. Даже когда Может быть И благоденствие, Когда мы, Знаете, Имеем Хорошую, Знаете, Спокойную жизнь, Но, Знаете, Бывают Беды внутри, Бури внутри, Бури в сердце, Покоя нету, Раздражение Может быть, Какое-то, Знаете, Нет утешения, Какое-то, Знаете, Не вяжется Что-то. Братья и сестры, Покой Дает нам Господь. Убежище Дает нам Господь. Он открывается В этих именах Сегодня для каждого Из нас. И мы благодарны Богу За то, Что Он есть Наш Бог, Который есть Наша ограда И защита, Когда мы можем Уповать на Него. Мы благодарны Господь говорит, Что люди часто Уповают на людей. Интересно, В 60-м псалме, В 4-м стихе, Он говорит, Что упование на человека Это наклонившаяся стена, Да? То есть, Стена, Которую не можешь защитить, Под которой Может быть опасно Находиться. Ограда, Пошатнувшаяся. То есть, Мы видим, Что это люди, Которые надеются на людей, Они действительно Имеют вот такую ограду. Но те, Которые, знаете, Уповают на Господа, Они доверяют нашему. Они уповают на Господа. Он говорит, Что у ленивого человека Тоже есть ограда. У ленивого человека. И вот все это Заросло терном. Поверхность его покрылась Крапивою. И каменная ограда его, Что обрушилась. Сейчас, знаете, Вот человек ленивый, Но не хочет что-то сделать В своей жизни. Но вот у его ограда Вот такая приводится. Но, знаете, У Бога не такая ограда. Сегодня мы прославляем Нашего Господа За Его все милости И благословения. За то, Что Он есть наша крепость. За то, Что мы можем Возлагать на Его Надежду нашу. И в Нем Мы имеем Эту силу. И читая, знаете, 90-й Псалом, Я думаю, Что действительно В этом открывается нам Большая истина. Сегодня для каждого У нас Он говорит Живущий под кровь Всемогущего Под кровь Всевышнего Под сенем Всемогущего Упокоиться Говорит Господу Прибежище мое И защита моя Бог мой На которого Я уповаю Он избавит тебя От сети ловца А сколько таких сетей, Знаете, Раскидано, да, Сегодня Он говорит Я уповаю Он избавит тебя От сети ловца От гибельной язвы Перьями своими Осенит тебя Накроет И под крыльями Его будешь Безопасен Щит и ограждение Истина его Не убоись Ужаса в ночи Стрелы летящие днем Почему? Потому что Он есть наш щит Стрела Который, знаете, Щит Это специальное орудие Чтобы уловить Эту Эту стрелу И Он говорит, что Стрелы летящие днем Язвы Ходящие во мраке Написано Ибо Он взял На себя Наши немощи И понес Наши болезни Язвы Жилищу твоему Сегодня многие думают Ставят семью На какое-то Другое положение Никогда нельзя Ставить семью Где-то, знаете, далеко Ставьте ее Всегда на первое место Семья Это первое место Он говорит, что Он говорит, что К жилищу твоему Он не приблизится Не приблизится тебе зло И язва не приблизится К жилищу твоему Ибо ангелам своим Заповеда тебе Охранять тебя И на всех путях твоих На руках понесут тебя Да не притнесся Камень ногой Твоею На аспида Василийская Наступишь Попирать будешь Льва и дракона За то, что он Возлюбил меня Избавлю его Защищу его Потому что он Познал имя мое Имя его Крепкая башня Написано Вбегает в него праведник И безопасен Имя его Крепость Имя его Щит Имя его Ограда Знаете Мы понимаем Насколько это Бог Он открывается в этом Насколько он силен Для нас Потому что Познал имя мое И Вот это обетование Которое написано Дальше Он говорит Возовет ко мне И что Услышу его Я думаю Знаете Петр кричал так Что буря его Не заглушала Он окричал Господи Спаси меня Да Когда он И знаете Господь протянул ему руку И спас его Он не кричал шепотом Он не кричал Может быть Как-то тихо Знаете Как бывает Хочется во сне крикнуть Вы кричали Когда вы во сне Братья и сестры Хочется крикнуть Да А голоса нет А голоса нет Не получается Братья и сестры Ну мы когда Знаете Мы можем смело кричать Господи Помилуй меня Господи Помилуй мою семью Помни Это женщина Которая Ее дочь Бесновалась Да Она не просто Она кричала Так Она кричала Так Что Знаете Все слышали Потому что Господи Она кричит Что с ней делать Господи Она кричит Господь Ответил ей И он говорит Возовет ко мне И услышу его С ним я в скорби Вот это обетование С ним я в скорби Избавлю его Возовет ко мне И услышу его С ним я в скорби Избавлю его И прославлю его Долготой дней Насыщу его И явлю ему Спасение Мое Мы благодарны Богу Что наш Господь Таков Что он действительно Является Нашим спасением Что он является Нашим счетом Нашей крепостью И мы благодарны Богу За эту прекрасную Возможность Знать Такого Бога В нашей жизни Который мы можем Пробегать Во всякое время Мы благодарны За то что он может Слышать наши молитвы Когда мы только взываем Когда мы взываем Он слышит всегда нас И мы благодарны За это Но если мы не взываем Братья и сестры Когда мы не просим О помощи Сегодня Господь хочет Чтобы мы всегда Просили В Него помощи И защиты Чтобы мы нуждались В Нем Постоянно Благодарны Нашему Господу За все Аминь Христос воскрес Слава Богу Дорогие братья и сестры Сегодня такая тема Она Вдохновляющая Она Можно говорить Говорить Много и долго И мы никогда Не исчерпаемся Почему? Потому что мы говорим О Боге И мы говорим Именно Не просто Какие-то Отвлеченные Темы Поднимаем Которые Нас не касаются Эти темы Касаются Лично Каждого из нас Знаете Конечно Люди могут Может быть Не до конца Понимать О чем мы говорим Это те люди Которые Ну Возможно Не видят Важности В убежище Один маленький Пример Такой Мы здесь В Америке Все пользуемся Компьютерами Я думаю Что не только В Америке Уже везде Это настолько Все распространено Вот я помню Мои первые Познания Шаги в этом И как-то Вот я понял Ну мне там Как-то Кто-то сказал Или не помню уже как Но Нужна определенная Программа Которая будет Защищать Операционную Систему Компьютера От разных Вирусов Антивирус Такая Знаете Программа Есть Ну естественно Реакция Да на что Она надо Ну пришлось Потом поменять Своё мнение Кто знает Что Может Повлечь за этим Попался Такой Вирус Который Убил Много Информации Полезной Много Ну короче Пришлось мне Много потом Поработать И Затратиться Даже Знаете В жизни В жизни Людей Есть Такая Проблема Которая Которую Исправить Человеческими Силами Невозможно Которая Настолько Может Повредить Что Ну жизни Не хватит Человеческой Чтобы Расплатиться Никто Не может Заплатить За свою Жизнь Потому что Если Кто скажет Мне не надо Защита Божья Я не нуждаюсь Я сам Как-то Справлюсь Разберусь Мне не надо Говорить о Боге Знаете Есть люди Такие Которые Говорят Не получится В послании Петра Петр Говорит Интересные Такие слова Наставления Итак Смиритесь Под крепкую Руку Божию Да вознесет Вас В свое Время Все Заботы Ваши Возложите На него Ибо Он Печется О вас Трезвитесь Бодрствите Почему Потому что Противник Ваш Дьявол Ходит Как Рыкающий Лев Ища Кого Поглотить Есть Определенная Опасность От которой Нам Следует Убежать В крепкую Башню Есть Опасность Которая Грозит Каждому Человеку И Апостол Петр Он называет Это так Противник Ваш Дьявол Ходит Как Рыкающий Лев Ища Кого Поглотить Интересно Вот это Сравнение Приводит Здесь Он Говорит Противник Ваш Дьявол Не просто Существует Где-то Он Не просто Сидит Где-то И Ничего Не Делает Он Ходит Как Рыкающий Приводит Славляли Его За Эту Великую Милость К Нам Мы Сегодня Узнали Много О том Что Бог Делает Лично В жизни Каждого Из нас Псалом 120 Знаете Давид Он Скорее всего Очень много В жизни Своей Пережил И Очень Многому Научился И Вот эти Его Переживания Эти Его Слова Которые На протяжении Многих Веков Читаются Людьми Которые Верят В Бога И Эти Слова Давида Они Вдохновляют Миллионы Людей Сегодня Для чего? Для того Чтобы Люди Могли Увидеть Бога Прославить Его И Вот Из Этих Слов Мы Можем Увидеть Такую Интересную Картину 120 Псалом С первого Стиха Песнь Восхождения Возвожу Очи Мои К горам Откуда Придет Помощь Моя Помощь Моя От Господа Сотворившего Небо И землю Не даст Он поколебаться Ноге Твоей Не воздремлет Хранящий Тебя Не дремлет И не спит Хранящий Израиля Господь Хранитель Твой Господь Сень Твоя С правой Руки Твоей Днем Солнце Не поразит Тебя Не луна Ночью Господь Сохранит Тебя От всякого Зла Сохранит Душу Твою Господь Господь Будет охранять Выхождение Твое И вхождение Твое Отныне И вовек Дорогие Братья И сестры Сегодня уже Очень много Было Сказано И я Не хочу Еще что-то Какую-то Еще Информацию Много-много Давать Потому что Вся Библия Она направлена На то Чтобы Чтобы мы Увидели Бога И поняли Что Он На нашей Стороне Что Он Заинтересован В том Чтобы человек Был защищен Все эти Предупреждения Все эти Высказания Которые мы Сегодня Прочитали Из Слова Божия Они направлены Не просто На то Чтобы запугать Человека И сказать Берегись Человек Я Бог Святой А ты Грешный И я Приду И рассчитаюсь С тобой Цель Бога Сказать Да Человек Ты Грешный А я Святой Но я Так тебя Люблю Что я Отдал Сына Своего В мир Для чего? Для того Чтобы Ты Получил Спасение Сегодня Многие Люди Говорят А от чего Спасаться? Где Опасность? Мне ничего не угрожает У меня все нормально У меня хорошо идет бизнес Семья Жена Дети Все нормально Мне не от чего Спасаться И люди сегодня Не видя Этой опасности Отвергают Бога Помощь Помощь Моя От Господа Сотворившего Небо И землю Дорогие Братья Сестры Сегодня мы уже Слышали Что Бог Помогает Или Точнее Будет Сказать Дает Гарантию Помощи Тому Человеку Кто Стоит На его Стороне Блажен Человек Который Надеется На Господа И Которого Упование Господь Это высшее Счастье Стоять На стороне Господа Блажен Человек Который Надеется На Господа И Которого Упование в Господь. Сегодня мы много раз обращались к Псалму 90. И интересно, вот эта мысль, которая проходит через весь этот Псалом, это моя принадлежность Богу. Второй стих этого Псалма 90 говорит Господу, прибежище мое и защита мое, Бог мой, на которого я уповаю. Бог мой, на которого я уповаю. Заканчивается этот Псалом тоже очень интересными словами. Обетование Божие, это Божьи гарантии тому человеку, который встал на сторону Бога, который отдал себя в полное распоряжение Бога. Он говорит, за то, что Он возлюбил меня, это Бог говорит, за то, что Он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что Он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Как прекрасно услышать это обетование в свой адрес. Не так ли? Это самые лучшие слова, которые может человек услышать. Это даже не слова нашего любимого человека услышать, я тебя люблю. Это даже не высокие какие-то награды или еще что-нибудь, что можно иметь в этой жизни. Нет. Это Божья гарантия на то, что Он будет всегда рядом и Он явит нам спасение свое. Интересно, мы никак не можем Бога присвоить себе. Мы не можем просто сказать, вот это, я нашел Бога, и теперь это Бог мой. Некоторые люди, может быть, просто из-за, ну как бы, неполного понимания, что является вот нашим посвящением, или как стать на сторону Бога, они, может быть, ну такие формулировки выводят, что вот сделайте Бога своим Богом, или же вот как-то сделайте Его хозяином, там, свое счастье, там, или как-то, понимаете, я не совсем согласен с этими словами, я не совсем согласен со словами, которые люди говорят, вот сделайте Его господином своей жизни. Идея может быть правильная, но не совсем точная. Или сделайте Его своим царем. Получается, как бы мы выбираем Бога и ставим Его на царство. Но не совсем так. Бог есть царь. Он от самого начала, Он есть царь и властелин. Все, что мы можем сделать, мы можем покориться Ему и подчиниться Ему, как царю. Поклониться Ему, как Богу и сказать, Господи, я прихожу к Тебе в смирении и признаю Тебя своим Богом. Он есть уже царь, Он есть уже Бог. И наше положение человека не просто, как бы, указывать Богу, что Ему делать в моей жизни. Мы не можем Бога заставить охранять нас. Мы не можем сказать, Господи, охраняй меня на всех путях моих. Вот я нуждаюсь в охране, а Ты меня охраняй. Мы не можем, как бы, назначить Его на должность личного телохранителя. Нет. Наше положение, мы можем прийти к Нему в смирении, понимая, что Бог принимает нас, таких, какие мы есть, и Он гарантирует Свою помощь и Свою охрану нам. И эта гарантия заключается в том, что, если мы полностью отдаем себя в Его распоряжение, если мы полностью отдаем себя Ему на служение, если мы полностью через веру в Иисуса Христа полностью посвящаем себя для Него, тогда мы можем рассчитывать на то, что Бог за нас. Если Бог за нас, то кто против нас? Ничто не может нас отлучить от любви Христовой. В каком случае? Если мы являемся в Его руках. Дорогие братья и сестры, Бог дает эти гарантии тем людям, которые становятся на Его сторону, которые подчиняются под Его власть, которые подчиняются под Его руководство и соглашаются с тем, что, да, я ничтожный человек, я ничего не представляю из себя важного. Да, может быть, среди людей кто-то выше, кто-то ниже, но перед Богом все люди одинаковые. Написано, все согрешили и лишены славы Божией. Но Бог, Свою любовь, Он показывает к нам, что Он делает возможным наше спасение, делает возможным охрану и защиту для нас. Он Сам руководит этой охраной для тех, кто покоряется Ему. За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его. Это не есть, как бы, заслуга перед Богом или же попытка заработать себе спасение. Нет. Это больше наше признание Богу. Это больше оказание славы и чести нашему Богу. Когда мы говорим, Господи, я в смирении Своем отдаю Тебе всю мою жизнь. Я принимаю Тебя в Союз сердца. В Псалме 9 интересные слова сказаны. «И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби, и будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя Господи». Еще одна гарантия, которую Господь дает. «И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя Господи». «Ни один человек, ищущий Бога, не был оставлен им». И в своей жизни мы можем также убедиться, когда мы ищем Бога. Бог всегда выходит нам навстречу. Бог всегда посылает Своё благосостояние. Бог всегда открывается нам. И интересно, ситуация одна. Это было высказано в притче. Иисус Христос, приводя пример, притчу, для того, чтобы люди больше поняли, что является важностью в жизни. Луки 18 глава, с 1 стиха, интересные слова. «Сказал также им притчу о том, что всегда должно молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова. И она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не даёт мне покоя, защищу её, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий придя найдёт ли веру на земле». Интересная притча, и мне хотелось обратить внимание на то, что Иисус Христос как бы открывает, что вот в нашем мире существуют разные люди, которые живут, может быть, в одних и тех же городах, ходят по одним и тем же улицам. Я думаю, что это такая ситуация, которую описал Иисус Христос. Возможно, это было в то время, но оно есть и сейчас. Есть люди, которые боятся Бога, есть которые не боятся. Есть люди, которые нуждаются, есть люди, которые говорят, «У меня всё нормально, мне ничего не надо, у меня всё на своих местах». И есть люди, которые просят помощи, а есть люди, которые пытаются руководить жизнью других людей. Интересно, вот эта вдова приходит к судье, о нём такая характеристика, сделанная Христом, что он Бога не боялся и людей не стыдился. Я не хочу много останавливаться на этом, но я думаю, понятно, что это просто бессовестный человек был, который делал всё, что ему хотелось. Я думаю, в нашей жизни тоже встречаются такие люди. Интересно, что люди, обращаясь к ним за помощью, к таким судьям, или кого в данном случае это судья. И он говорит, «Защищу, чтобы она больше не приходила докучать мне». И Господь говорит, «Слышите, что говорит судья неправедный». Если эта вдова молилась или как бы умоляла его, упрашивала, обращалась к нему, может быть, не один раз, и она добилась помощи, он говорит, «Если мы будем обращаться к Богу, не получим ли мы помощь от Него? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Бог защищает своих избранных. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас, возможно, есть такое на сердце, что, ну, да, это все хорошие слова, может быть, это, может быть, кто-то серьезно относится, может, кто-то несерьезно, ну, да, Бог помощь, вот кому-то, может быть, Он помогает, а в моей жизни, ну, не вижу этой помощи, или как-то люди говорят, что, ну, да, все оно нормально, в Библии это, но реальная жизнь, она совсем другая. Это реальность, это реальность жизни, когда, если человек ходит перед Богом, он может рассчитывать на Божью поддержку и Божью помощь. Может быть, эта помощь не придет в таком виде или в то время, когда вот мы запланировали. Интересно, Христос вот здесь говорит, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Я думаю, в этих словах мы можем увидеть, что Бог знает, когда и как нам нужно помогать. И это все находится во власти Божьей, мы только должны доверять Ему, потому что Он является нашим Богом. Если мы отдали Ему все свое, все свое естество, Он за нас жизнь свою положил. Он для нас сделал очень многое, и через это все мы можем видеть, что насколько мы дороги Ему. А на роде израильском слова Божьи, они выражены так, что касающиеся вас, касаются зеницы ока Моего. Позвольте кому-нибудь просто подойти и потрогать ваш глаз. Я думаю, что вы не позволите. Я тоже не позволил бы. А Бог говорит, вот тот, кто касается народа Моего, это все равно, что прикоснуться к глазу Моему. И если такое сравнение Бог делает о своем народе, то какую Бог защиту подаст своим людям, которые взывают к Нему день и ночь. Проблема вся заключается в нас, людях. Сегодня уже было отмечено, что когда Христос подходил к Иерусалиму перед своими страданиями и эти слова, которые Он высказал из глубины своего сердца, из глубины души, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Как часто Бог сохранил бы нас, как часто Бог послал бы помощь свою, и Он хочет это сделать, но проблема в человеке, что если мы не захотим этой помощи, если мы скажем, у меня все нормально в жизни, мне нет чего спасаться, мне нет чего бежать, опасности не существует, тогда Бог не может предоставить эту помощь, но вы не захотели. Сохрани Господи от этого состояния, когда мы скажем, я не нуждаюсь в Божьей защите, я не нуждаюсь в Божьей помощи. Это все равно, что человек, находясь на поле сражения, он скажет, мне этот щит больше не нужен, я и сам справлюсь. И он выходит из-за этого щита, и мы можем представить, сколько стрел может попасть в него, достаточно одной, кстати, в настоящее время, может быть, не применяются стрелы, применяется масса других средств. Как часто человек, выходя из-под Божьей охраны, он говорит, я сам справлюсь, и человек терпит поражение. Почему? Потому что он сознательно пренебрегает Божьей охраной. Как часто Христос говорит, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает своих птенцов, но вы не захотели. Дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит, чтобы эти рассуждения о Боге, они привели нас еще к большему смирению перед Ним и благодарности. Господи, Ты настолько велик, Ты настолько славен, Ты настолько силен, настолько Твоя защита, она непоколебима, она прочная, она крепкая защита. Никто не может преодолеть эту защиту. Никто не может вырвать нас из Твоей руки. Нет такой силы, которая могла бы перебороть Божью силу. Но вся проблема в нас самих. Если мы своевольно выходим из-под защиты Божьей, Божья защита на нас больше не распространяется. Да сохранит нас Господь от этого, и пусть Господь поможет нам, чтобы мы всегда искали защиту только в Нем. Чтобы мы поднимали свой взор к небу, как Давид говорит, возложи очи моих горам, откуда придет помощь моя, помощь моя от Господа. И пусть Господь благословит, чтобы мы возлюбили Его, возлюбили Его имя, возлюбили Его закон, и чтобы мы всегда пребывали под Его защитой. Давайте сегодня мы будем благодарить Бога за то, что Он дает нам эту защиту, за то, что Он позаботился, чтобы мы были защищены. И будем просить Бога, чтобы мы никогда не приняли этого решения уйти из-под Божьей защиты. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, обращаемся к Тебе в этот вечерний час. Господи, мы столько много сегодня рассуждали о Тебе, о том, что Ты делаешь в нашей жизни. Боже, мы благодарны Тебе за то, что Ты являешься сильным Богом, который защищает свой народ. Мы благодарны Тебе за то, что Твоя защита, она крепкая защита, которую никто не может преодолеть. Господи, мы благодарны за то, что Ты предупреждаешь нас, что в этом мире есть опасность. мы благодарны за то, что Ты также даешь нам гарантию на то, что Ты силен защитить нас и победа будет на Твоей стороне. Боже, мы благодарны Тебе за то, что Слово Твое призывает нас к тому, чтобы мы приняли веру Иисуса Христа в Своё сердце и через это имели жизнь вечную и имели Твою защиту. Господи, помоги, чтобы эти слова сегодня произвели в нас ещё большую благодарность, чтобы мы всегда всей своей жизни, каждым своим действием могли прославлять Тебя и чтобы мы всегда находились под сенью Твоих крыл в этом безопасном месте, где Ты заботишься о нас. Благодарность Тебе, поклоняемся Тебе, превозносим имя Твое Святое, да будешь Ты велик, да будешь Ты прославлен наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Слава нашу Господу, братья и сестры, даже служение прошло к концу. Я хочу сказать, что это время у нас особенный месяц молитвы, поста, и пусть Господь благословит нас, потому что тот инструмент, который будет в нашем городе, чтобы это было евангельционным действием в нашей церкви и в нашем городе. Молитесь, чтобы благословение было, чтобы люди могли больше приблиться и в это время. Конечно. Чуть-чуть коротко. Не работает, да? Хорошо. Друзья, пожалуйста, берите, распространяйте. Не страшно, если где-то в каком-то месте будет, вы придете, там уже есть. Скажите, ну, наверное, Бог вас особенно любит, что второй раз приглашает. Там, где вы работаете, там, где вы живете, берите плакаты вот такие, распространяйте. Второе, напоминание для всех тех, кто желает быть экскурсоводами. Вы знаете, здесь, Дима, если можно, высветите bibletrack.com slash lessons, там вам нужно прочитать все материалы, там вам нужно посмотреть видео. Так получается, что, скорее всего, что наш семинар будет уже где-то на самой последней неделе. Но чтобы для вас тогда не было уже чем-то там сюрпризом, это посмотрите сейчас, как можно раньше. Читайте материалы, изучайте материалы. Кое-что меняется, потому что экспонаты меняются. Но чтобы хотя бы в основном вы были готовы. Ну и, конечно, у нас осталось три недели, это время для нашей общей молитвы. Не забывайте. Я хочу сказать, что у нас служение будет следующее в четверг, в семь часов, потом в пятницу будет молитва. Мы будем молиться, чтобы Господь оставил это дело. Я думаю, что мы соберемся здесь на семь часов. Если есть преды, пожалуйста, можно передать к церкви. День мамы, да. Пронимаем. За передный привет мы сердечно благодарим. Просим, передавайте привет в нашей церкви, всем любящим Господу привет. Просим. Я хочу еще напомнить, кто не посмотрел график дежурств, пожалуйста, можете посмотреть еще, чтобы не было сюрпризом, когда мы убираем церкви. Да благословит Господь. И мы молитвой благодать и закончим наше вечернее служение. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общения Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим благословит Господь.